Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, члены филармонического общества и друзья нашей организации! Сегодня наступил 31 декабря, последний день этого очень непростого, очень тяжелого года. Ну, будем надеяться, что следующий год будет легче, а какие-то итоги все равно подводить надо. Я должен сказать, что если бы не пандемия COVID-19, то, может быть, мы еще очень долго не вошли в ту сферу, которая называется онлайн-трансляции концертов и спектаклей, то есть виртуальное воспроизведение того, чем мы занимаемся. И наше филармоническое общество и многие другие организации уже весной этого года поняли, что только этот путь нам невозможен в этих условиях. Во всяком случае, мы, потеряв наши концерты, запланированные в мае, апреле, июне, и растерявшись поначалу, что же делать, все-таки нашли выход какой-то. Мы предложили серию концертов небольших, получасовых, 20-минутных концертов, записанных в домах у музыкантов, в квартирах у музыкантов. И мы сумели показать 50 таких мини-концертов, начиная с 6 июля по 11 сентября, по всем будним дням. Играли наши члены филармонического общества, наши почетные члены, наши друзья, наши бывшие стипендиаты, друзья, пианисты, скрипачи, виночелисты, вокалисты. И это был первый опыт, и мы, когда его завершили, поняли, что это хорошо. Мы получили много откликов, много тысяч, десятков тысяч просмотров, и как бы с этого началась та работа, которая идет и сегодня. Мы сумели записать и поставить на YouTube-канале наши концерты фестиваля «Серебряная лира», 11-го фестиваля, который прошел, к сожалению, без участия зарубежных музыкантов, но прошел с очень большим успехом и на хорошем художественном уровне. Мы довольны. Это можно увидеть на YouTube всегда, в любой день. Мы поставили все концерты Бетховена в исполнении Петра Лаула и дирижера Феликс Колобов. Они записаны были раньше, но эти записи были сделаны нами, и мы с радостью поставили на YouTube-канал. Мы поставили концерт «Приношение Чайковскому», который должен был состояться в мае, но, к сожалению, перенесся на ноябрь. Это, нашей точки зрения, получился тоже очень интересный концерт. Его тоже можно увидеть на нашем YouTube и на канале в YouTube. И еще одна деталь. Мы начали цикл лекций, концертов, ну, скажем, рассказа с иллюстрациями. Называется это «Джазовые портреты Владимира Феертага». Владимир Феертаг, наш патриарх джазовый, он блистательно знает все. Но нам бы очень хотелось, чтобы он-то рассказал людям. И он рассказывал, рассказывал уже сегодня, можно сказать, 10 выпусков прошло или 12, я уже не помню. Это, по-моему, очень интересно. Его рассказы сопровождаются иллюстрациями, которые выбраны Владимиром Борисовичем для показа. Я думаю, что в будущем году, в 2021-м, мы парадуем любителей музыки еще одним циклом лекций. Не буду раскрывать авторство пока, но он будет посвящен циклу академической музыки. Так что и джазовая линия, и академическая пойдет. И, конечно же, мы будем стараться писать все наши концерты на видео и ставить их и на канале YouTube, и на сайте Формальского общества. И, конечно, перенося и в Facebook, и в ВКонтакте. Надо сказать, что мы довольны этой частью нашей работы. Судя по отвлекам, люди тоже нам говорят спасибо. Мы бы только очень хотели, я бы лично очень хотел, чтобы вы, те, кому это все не безразлично, нашли несколько минут и подписались на наш канал. Потому что для нас это очень важно со всех точек зрения. И с точки зрения статусности, и с точки зрения, возможно, будущей какой-то монетизации этой работы. Все-таки эта работа серьезнейшая и требует больших затрат. Так что очень вас прошу, если вам это нетрудно сделать, если вы считаете это нужным, сделайте это, пожалуйста. Вот все, мне остается только поздравить вас с Новым годом, пожелать всем удачи. И надеяться, и выразить надежду на то, что будущий год будет гораздо легче, чем этот. Может быть, закончится пандемия, и мы вернемся в русло. Но уже, видимо, никогда не откажемся от виртуального мира, от онлайн-трансляций наших концертов. Как оказалось, это совсем не так плохо, как мне когда-то. Мне казалось тогда, раньше, что это неинтересно. Нет, это очень интересно. Иногда даже интереснее, чем вживую. Спасибо большое. Еще раз с Новым годом. До встречи в будущем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова